Традиционно профессиональный праздник медицинского работника отмечают в 3 воскресенье июня. Мероприятие, состоявшееся в республиканской больнице Сухома, приурочено именно к этой торжественной дате – Дню медицинского работника. Награды медикам торжественно вручил министр здравоохранения Эдуард Будба. Огромное спасибо за ваш труд. Это тот период времени, когда вы находились в красных зонах наших стационаров ковидных, когда они находились с семьей. Долгое-долгое время разлуки, когда все силы были отданы для того, чтобы спасти жизни наших граждан, наших гостей, всех тех людей, которые попадали в стационары по ковиду. Два года назад Абхазия, как и весь мир, столкнулась со страшной болезнью, тяжкая борьба с которой легла на плечи медицинского сообщества. Каждый день врачи и медперсонал, не жалея себя и не зная усталости, противостояли невидимому врагу на поле битвы, ведущейся за жизнью людей. Сложно переоценить невообразимый вклад абхазских медиков в спасение граждан и гостей республики. Пожалуй, невозможно даже подобрать слова благодарности, достаточно емкие и красноречивые, дабы выразить всю значимость их подвига. Хотелось бы выразить вам всем, дорогие друзья, глубокое признание и благодарность, потому что мы с вами пережили два непростых года. Мы знаем, как это все было, как было сложно, как было оставлять семья, как было тяжело работать, как было тяжело встречать эту болезнь, когда не знаешь ее. И все мы это не смогли бы сделать без такой дружной и общей команды. За каждой спасенной жизнью в период пандемии скрывается неоценимый труд, самоотверженность и жертвенность медиков. Пандемия изменила жизни каждого из нас, но особенно наших врачей. Кутелия Оксана, посвятившая 20 лет профессии медработника, последние два года работала с ПЦР-тестами в лаборатории Республиканской больницы. Говоря о тяжелом времени каждодневной войны с вирусом, она честно признается, было страшно и тяжело, но медики боролись, не покладая рук на благо людей. Боролись, старались выполнять все свои обязанности, как могли. Не только я и все остальные, все кто как мог, все помогали, никто себя не жалел. Было такое, что в день я могла брать анализы почти в количестве до 80 человек. Это было очень сложно, это было очень трудно. На торжественном награждении было вручено около 200 медалей и благодарственных писем от президента Республики Аслана Бжаня. Среди награжденных – акушер-гинеколог Сухумского роддома Виктория Воробьева. В период пандемии Виктория участвовала в работе Гудаутского ковидного центра. Вспоминая дни, проведенные в госпитале, она рассказывает, что работать в красной зоне – это словно оказаться в новой реальности, в которой приходилось быстро и профессионально реагировать на вызовы времени. Люди нуждались и не только в специфическом терапевтическом лечении от новой коронавирусной инфекции, но и в уходе, в поддержке, в высказывании новых, многих теплых слов, для того, чтобы они собрались силами, помогали себе, прежде всего, и врачам в борьбе с этой инфекцией. Мы прошли особую войну, войну с неизвестным агентом, с невидимым врагом. Но уже сегодня, когда ты получаешь грамоты, благодарности, медали, ты понимаешь, что ты делал свою работу. А наша работа как врачей заботится о жизни своих пациентов. Коронавирусная инфекция стала тяжелым испытанием и вызовом для всего человечества. Минувшие два года пандемии показали нам – супергерои ближе, чем казалось. Именно эти люди – медсестры и врачи, сотрудники больницы, водители скорых – заслуживают звания героев нашего времени. Хоть сами они свой подвиг лишь скромно называют работой. Рада Чачава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова